Всем привет! Наступают новогодние праздники и самое время украшать свой дом, свое жилище и снаружи и внутри. И мы в Музее Термских Древностей подготовили для вас несколько антропоценовых мастер-классов, которые позволят вам одновременно и украсить и жилье, и елку, и при этом не слишком сильно навредить окружающей среде. Ну, как минимум, не так фатально, как если бы вы покупали в магазине всю вот эту мишуру, которая продается. Если вы заметили, что очень хочется продавцам денег, поэтому уже с ноября все прилавки завалены елочными игрушками, оленями в натуральную величину, какими-то лосями в полный рост, которые очень дорого стоят, хотя и выглядят довольно эффектно. А вот простой мастер-класс, как можно эффектно украсить дерево у вас во дворе. Для этого нам потребуется коробка из-под конфет, ну, я думаю, с этим проблем не будет, сейчас у всех корпоративы, всем дарят конфетки. Вот, потребуется вода, ложка и какая-нибудь краска. А я чаще всего использую пищевой краситель, потому что у меня под окнами детский сад, и я очень надеюсь, что никто не попробует цветные ледышки на вкус, но на всякий случай использую только пищевые. Вот, в принципе, подходит любая художественная тушь, подходят стержни из-под фломастеров, ну, а мы воспользуемся вот этой вот штукой. Да, кстати, купила я эту штуку как раз, когда делала видеоролик про генетического кота, и вот этот смешной опыт с сыпанием гороха. Ну, горох был не очень яркий, поэтому его пришлось подсвечивать вот такой штучечкой. И да, хорошо, если вы можете воспользоваться перчатками. Я вот не воспользовалась, и у меня теперь вот такие цветные пальцы на ближайшие 2-3 дня. Ну, и, собственно, самое простое, мы берем вот такую вот краску, берем воду, наливаем в коробку из-под конфет, очень аккуратненько на место конфеточек, водичку. В целом нам потребуется примерно стакан воды. Сколько именно воды нам потребуется, можно узнать, если мы посмотрим на массу конфет в коробке, и примерно из этой вот массы, то есть если где-то там 250 грамм конфет, то как раз нам потребуется примерно один стакан воды. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. И следующее, что нам потребуется, вот такая вот ниточка хлопчатобумажная. Ну, на самом деле можно, конечно, любую, но хлопчатобумажная на 20% экологичная, любая другая. Ну, делаем петельку, чтобы закреплять, и притапливаем ниточку. И хорошая задачка на логику и сообразительность, как обойти все ячеечки, чтобы в каждой из них попало по кусочку ниточки. Краситель очень яркий, поэтому если что-то упало на стол, лучше тут же мгновенно промахнуть и не ждать, пока оно засохнет. Когда я была маленькая, а это были годы 90-е, когда денег было не очень много у всех, мы таким образом очень радовались каждому конфетному сладкому подарку. Вот эти вот блестящие упаковки из-под конфет были настоящей редкостью, ценностью. Они такие блестящие, такие замечательные. И вот как раз вместе с сестрой мы таким образом переиспользовали эти конфетные упаковки и развешивали обычно на балконе обычного панельного дома такие блестящие ледышки. Это нам очень нравилось. Они звенели, когда ветер на них дул. И для меня вот эти вот звуки звенящих ледышек, это до сих пор звуки Нового года и новогодних праздников. Почти готово. Самое время выгнать это все на мороз. Оставить это где-то на 2-3 часа, можно на ночь. И позволить Дедушку Морозу сделать нам нарядное украшение. Поехали. Можно в холодильник. В холодильнике иногда мороз покрепче бывает. Осторожно. Главное не пролить особенно на себя. Иначе все будете зелененькими. Поехали. 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 Итак, в этом году мы уже делали красивые кристаллы медного купороса. Ну а теперь вы знаете, как делать красивые, яркие, разноцветные, водяные кристальчики, которые влестят на солнышке. Ну да, в общем экспериментируйте. Разные красители. Можно использовать красители пищевые. Та же самая свекла, например, дает потрясающий цвет розовенькой воде. Или можно морганцовочку подрастворить. Главное не переусердствуйте, иначе будет очень плохо замерзать и будет сильно мазать руки. В общем, делитесь вашими фотографиями, что у вас получилось. Яркое, цветное, интересное. Вашими украшенными елочками и балконами, а также фотографиями ваших рук. До встречи. Пока.